Форум «Культурное пространство России и Беларуси» как основа идеологии Союзного государства собрал участников из двух стран на Святой Земле Брестской крепости. Старт мероприятию положила насыщенная экскурсионная программа. А её ярким акцентом стало открытие планшетной выставки «Смоленская крепость» в артефактах библиотек и архивов Союзного государства. Эта выставка появилась благодаря инициативе, возникшей в конце прошлого года. Мы являемся в настоящий момент в Российской Федерации самым молодым федеральным музеем. Мы существуем с 2020 года и, конечно, мы очень заинтересованы в расширении всякого сотрудничества и тем более в рамках Союзного государства. И вот возникла идея о том, чтобы рассказать об уникальном архитектурном памятнике, а также памятнике военной истории «Смоленская крепость» или «Смоленская крепостная стена» языком архивных документов и с помощью публикаций, в том числе в источниках, которые, возможно, не всем сейчас известны и не всем доступны. После открытия выставки участники форума отдали дань памяти погибшим героям-освободителям, возложив цветы к вечному огню. Тема исторической памяти – одна из ключевых в фундаменте идеологии Союзного государства. Об этом говорят и совместно реализованные проекты. Скажу, например, о двух проектах, которые реализованы были. Значит, первый проект – это создание Ржевского мемориала в Тверской области. Это был проект, который реализован именно в рамках Союзного государства. И также в 18-20-х годах реализован проект по реставрации объектов Брестской крепости. Сегодня мы имеем прекрасную возможность встретиться и обсудить ключевые вопросы сотрудничества в рамках Союзного государства. И я уверен, что беседа будет максимально продуктивной и положительной. Действительно, у каждого из участников форума была возможность высказать свое мнение и предложить новые формы сотрудничества в ходе диалоговой площадки по сохранению общего культурного наследия двух стран и формированию единого культурно-информационного пространства. А что это такое формирование единого культурно-исторического пространства или культурно-информационного пространства, как угодно назовите. Прежде всего, это сохранение историко-культурных ценностей, сохранение исторической памяти. Это развитие народного творчества, это повышение исполнительского мастерства, это поддержка молодых талантов. И это, конечно, прямые связи между театрами, между музеями, между цирками, между учреждениями образования, которые входят в сферу культуры. То есть это все создает и обеспечивает нам вот единые подходы. И надо сказать, что вот в новом плане, который уже предлагают, предложено уже Министерством культуры, есть очень интересные проекты по белорусско-российскому молодежно-симфатическому оркестру. Это мастер-классы для молодежи талантливой. Это еще, например, обмен гастролями наших театров. Мемориальный комплекс «Брестская крепость-Герой» также принимает самое активное участие в процессе налаживания сотрудничества в рамках союзного государства. В первую очередь будем говорить о тех контактах мемориального комплекса с другими музеями, можно и говорить, тоже и архивами Российской Федерации. У нас таких соглашений, которые мы сегодня будем подписывать со Смоленской крепостью, ну, наверное, около десятка, не менее. Форум показал, что и российская, и белорусская стороны одинаково заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве, а потому подобное мероприятие, новые соглашения и общие выставочные проекты не станут последними. Спасибо.